МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана и коротко о главных темах. Земский доктор становится старше. С этого года принять участие в программе смогут специалисты старше 50 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже 5 лет жильцы аварийного дома в Махачкале мечтают о крепких стенах и безопасной крышной над головой. Сбудется ли их мечта, узнаете в нашем выпуске. Строительный обман на 10 миллионов, не имея права строить, горе-застройщик присвоил деньги дольщиков. В Маграмкенском районе сотрудники ФСБ задержали двух граждан Алжира. Молодые люди были задержаны за незаконное пересечение государственной границы России. У них изъяли мобильные телефоны, иностранную валюту и бинокль. В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет тюремного заключения. Строительный обман в республике искоренить пока не удается. Один из застройщиков в Махачкале вновь обманул дольщиков на крупную сумму. Он подозревается в незаконном сборе и присвоении 10 миллионов рублей на строительство многоквартирного дома по адресу Химшисе, 8. Застройщик даже не был зарегистрирован как предприниматель и не имел разрешения на строительство. Возбуждено уголовное дело. Если у кого-то жилье еще не построено, то у других и вовсе разрушается на глазах. Ветхое и аварийное жилье – это головная боль многих жителей столицы нашей республики. На этот раз в критической ситуации оказались жильцы одного из махачкалинских домов. Уже 5 лет, как чиновники, обещают им помочь, но все безрезультатно. К решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт. Будет ли у людей достойное жилье, узнавал Хамза Нормагомедов. Вода и свет здесь редко удовольствия. Потолок провисает, стена может упасть в любую секунду. Зимой жить просто невозможно. Поэтому жильцы этого дома вынуждены жить на съемной квартире. В таком бедственном положении находятся 11 семей. А это более 30 человек. В дождливую погоду невозможно бывает здесь жить. Течет, крышет течет, капает, подвал, вода ниже дороги. Оттуда уже просели. Она цельный дом с двух сторон. Она просели, вот так она сидит и с той стороны вода просачивается, сверху вода течет. Жители аварийных домов обращаются с просьбами о помощи в прокуратуру и администрацию города еще с 2015 года. Но в ответ слышат только обещания. Несколько раз, когда мы письма составляем, отправляем, они зовут нас. Зачем вы, короче, как бы пишете? У вас есть программа и вы ждите этой программы. Речь идет о муниципальной адресной программе, пояснил сотрудник мэрии. Она предусматривает переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Данный дом был признан в 2015 году, в связи с чем мы не могли его включить в вторую программу. И был включен в новую адресную программу 19-24. Настоящий дом включен в четвертый этап и будет расселен в 2022-23 году. Ждать так долго люди не согласны. Испытывать на прочность себя и свои ветхие стены они устали. Дом в любой момент может попросту не выдержать нагрузки и рухнуть прямо на головы жильцов. Терпеть и верить бесконечным обещаниям чиновников у хозяев нет сил. Именно поэтому они обратились в общероссийский народный фронт. Его представители незамедлительно выехали на место, чтобы осмотреть ветхие дома. И помочь ускорить решение проблемы, сдвинув сроки переселения граждан. Бедственное положение, в котором оказались жители этого дома. На какой год мы рассчитываем? Я надеюсь, конец 2020 года или в крайнем случае 2021 года. Народный фронт сегодня обратил на это внимание, самым серьезным образом взял этот вопрос под контроль. Мы будем эту ситуацию мониторить. ОНФ уже направил официальное письмо мэру города Салману Дадаеву, изложив суть вопроса. Теперь у хозяев старых домов появилась надежда, что помощь подоспеет к ним раньше, чем произойдет несчастный случай. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Незаконный ввоз техники известного бренда Apple без маркировки. Дагестанские таможенники изъяли партию контрафактного товара в одном из магазинов электроники. Изъято и помещено на склад временного хранения более 500 единиц товаров. Это планшеты, телефоны, аксессуары. По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении дела. Глоток свежего воздуха в условиях современного мегаполиса – это бесценное достояние. Уже второй год на территории Духовного центра имени Пророка Исы ведется системная работа по высаживанию деревьев. Принять участие в этом и внести свою лепту с каждым днем становится все больше. Не остался в стороне и коллектив телеканала ННТ. Именное дерево нашего национального телевидения теперь будет украшать территорию рядом с будущей духовной жемчужиной Дагестана. Сюжет Абдулла Алиева. Народная стройка в самом разгаре. Работы здесь практически не прекращаются. Духовный центр с каждым днем все ближе к дате своего открытия. Делегация ННТ с раннего утра прибыла на место. Сегодня для сотрудников канала важная дата – день высадки именного дерева телекомпании на территории Духовного центра. Предваряя процесс посадки, состоялась небольшая экскурсия по будущей мечети имени пророка Мухаммада – миром и благословения, в ходе которой было рассказано об особенностях проекта сооружения и запланированных социальных объектах, которые станут составной частью Духовного центра. Есть такое понятие – место силы. Но вот когда сюда попадаешь, ощущаешь действительно абсолютно неповторимый дух, хотя видны только контуры еще этой огромной мечети, этого огромного пространства, которое станет центром вообще притяжения мусульман со всего Кавказа, и не только мусульман, всех людей, которые… Здесь будет жить дагестанский дух, здесь будет жить дух ислама, и это уже видно. Дерево выбрано, осталось за малым – подготовить почву и собственноручно посадить его. Сотрудники ННТ активно взяли за работу. Это не тот случай, когда кто-то хочет отлынивать от процесса. Каждый хочет принять личное участие, получить воздаяние Всевышнего и принести пользу благом деле. Работа кипит, никто не хочет оставаться в стороне. Посадка деревьев на этой территории – это не только помощь духовному центру, но еще и вклад в улучшение экологии. Масличное дерево в оливковой роще. Именно здесь раскинет свои ветви зеленый дар нашего телеканала. По словам сотрудника духовного центра Султана Османова, подобный парковый комплекс не будет иметь аналогов в республике. Ведь территория центра занимает 35 гектаров, и 60% из них, как утверждает Османов, будут занимать зеленые насаждения. Мы можем сказать, что на территории будет 20 гектаров озеленения площади, и план в этом году у нас был озеленить аллею. Что можно сказать? Мы можем сказать, что техника не успевает за людьми. Больше людей идут сажать, чем мы им готовим место. В связи с тем, что люди знают, какая польза от посадки, горожане знают, как будет красиво город, когда будет озеленено. Из-за этого мы план перевыполняем. То есть, та посадка, которую мы должны делать за месяц, мы сажаем их за два дня. Миссия выполнена. Дерево посажено. Завершение по традиции состоялось торжественное вручение сертификата. Директор телеканала ННТ Султан Трамов получил его из рук Султана Османова. Памятное, общее фото запечатлело этот день, который теперь стал важной частью истории телеканала. Мы только что завершили посадку оливкового дерева. Эмоции всех работников телеканала передать вот так словами невозможно. Это для телеканала ННТ один из самых важных дней в начавшемся 2020 году. Нам очень приятно, что мы стали в очередной раз частью этого большого, уникального проекта «Вместе строим духовный центр». И обращаясь ко всем дагестанцам, если вы живете в нашей республике, еще не были здесь и не видели своими глазами эту величайшую стройку, то, я не знаю, нужно срочно это исправлять. Народная стройка, объединившая вокруг себя множество жителей нашей республики во имя одного масштабного благого дела. Сегодня уже смело можно сказать, что практически каждый дагестанец внес свой посильный вклад в строительство будущего знакового сооружения. И хотя возведение еще не закончено и много еще предстоит сделать, главные работы уже позади, а возможность внести свой вклад есть у всех. Пока еще у каждого есть шанс стать соучастником возведения грандиозного проекта, за который в будущем нам будут благодарны потомки. Давайте вместе строим духовный центр! Абдулла Алиб, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. С 2020 года изменились условия участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С этого года воспользоваться программой смогут и специалисты старше 50 лет. Увеличена и сумма подъемных, но только для медиков, согласившихся переехать в труднодоступные районы. Выплаты для врачей составят 1,5 млн. рублей, для среднего медперсонала – 750 тыс. В остальных случаях размеры субсидий не изменятся. Принятые меры помогут дополнительно привлечь медицинские кадры в отдаленные районы. При этом не изменились условия контракта, согласно которому специалисты должны будут отработать в сельской больнице не менее 5 лет. Деньги на эти цели уже выделены. И о спорте. Боксеры из Дербента выиграли домашнее первенство Дагестана среди юношей. Турнир проходил на базе местной спортшколы номер 7 и завершился накануне. В течение шести дней на ринг выходили 165 юных мастеров «Кожаные перчатки», представляющие 26 команд городов и районов республики. Почетными гостями соревнований стали именитые спортсмены и представители администрации города. В своих стенах хозяева с пятью золотыми медалями превзошли соперников из Каспийской зоны и Хасавюрта, у которых по 4,2 медали высшие пробы. По результатам турнира тренерский штаб сформирует состав на первенство СКФО, которое пройдет в начале марта в станице Суворовская Ставропольского края. Организация всего турнира взяла на себя Федерация бокса Республики Тадистан при поддержке, конечно же, главы города, Физри Магомедовича, комитета спорта, которые содействовали в организации этого турнира, чтобы провели его именно в Дербенте. Потому что с приходом многого руководства в городе Дербент сегодня у нас идет популяризация всех видов спорта, в том числе и бокса. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин